Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. Евгений Васильевич, я вас приветствую. Здравствуйте, Марина. Евгений Васильевич, наш город стал первым пунктом межрегиональных поездок Генсовета. Означает ли это, что Якутск тем самым стал центром политической жизни всего Дальнего Востока? Ну, в некотором роде, конечно же, это так. Во всяком случае, точно на вот те дни, в которые мы здесь, делегацию возглавляет исполняющая обязанности секретаря Генерального совета Андрей Анатольевич Турчак. Здесь собралось все партийное руководство партии «Единая Россия» Дальневосточного федерального округа. Это большая и плановая работа. У нас будет много сейчас впереди региональных поездок. Мы объедем все федеральные округа, и эта серия поездок закончится только в середине декабря. Не могу не затронуть очень важную тему, которая касается многих жителей Якутии. Это, конечно же, майские указы президента страны Владимира Путина. Например, в нашей республике очередное повышение зарплат коснется почти 60 тысяч бюджетников. Известно, что исполнение майских указов – это приоритет партии «Единая Россия». Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете реализацию указов у нас в регионе? С 1 октября на повышение зарплат бюджетникам было выделено почти 3 миллиарда рублей. Это очень большая сумма, я имею в виду здесь, в республике Саха-Якутия. Для партии «Единая Россия» выполнение майских указов президента – это один из основополагающих документов. Это одно из главных направлений нашей работы. Поскольку мы не можем говорить об устойчивом развитии страны и регионов в каждом отдельном случае без того, чтобы обеспечить людей, тем более учителей и врачей, достойными зарплатами. Насколько я знаю, и вы об этом рассказываете, в Якутии в плановом порядке происходит повышение зарплат. Зарплаты врачей и медицинского персонала различного уровня и учителей выведены выше, чем в среднем по экономике Якутии. Это хорошо, динамика есть. Сейчас наша партия и фракция «Единая Россия» в Государственной Думе работают как раз над бюджетом на следующий год и на трехлетнюю перспективу. Впереди, буквально в пятницу, нам предстоит голосовать за второе чтение бюджета. Это самое важное чтение, где вносятся большие поправки и серьезные поправки. В частности, по моему комитету, по комитету информационной политики и связи, где я работаю, фракция «Единая Россия» внесла серьезную поправку. Плюс 5 миллиардов рублей для развития телемедицины. Для такого региона, как Саха-Якутия, вопрос развития телемедицины, возможности в отдаленных регионах и населенных пунктах получать квалифицированную консультацию врача, будь то республиканского центра или федерального центра, это дорогого стоит. И мы будем выделять деньги в плановом порядке на развитие телемедицины. Это современное развитие. То, о чем говорил президент в своем послании. Летом мы приняли соответствующие законодательные поправки, для того, чтобы можно было на законодательной основе оказывать эти услуги. Ну а сейчас нужно эти все законы обеспечить деньгами. Поэтому я вас хочу уверить, что в проекте бюджета на 2018 год и трехлетнюю перспективу будут предусмотрены все средства, необходимые для выполнения социальных обязательств государства перед людьми. И, конечно же, и в первую очередь для выполнения майских указов президента. Поэтому инструментов для выполнения майских указов здесь, на республиканском уровне, будет более чем достаточно. Более 10 лет в стране реализуются партийные проекты. Их более 20. Значит, это крепкая семья, старшее поколение, дороги безопасные и так далее. Все эти проекты направлены на улучшение социального ощущения себя россиян. Скажите, как у нас в республике, по вашему мнению, эти проекты притворяются в жизнь? Мы должны посмотреть и в программе нашей поездки, обязательно посмотреть, как реализуются партийные проекты. Это и городская среда, и спортзалы сельских школ, это и скверы, и парки малых городов и так далее. Это, конечно же, театры малых городов. Это все те, в первую очередь, проекты, которые формируют достойную среду для жизни людей, общественное пространство. Есть запрос на формирование достойного общественного пространства. Городская среда – это дворы, парковые зоны, скверы и так далее. Мы посмотрим обязательно, как происходят и развиваются проекты здесь. Что касается федерального уровня, то я могу сказать, что сейчас как раз идет аудит партийных проектов. Мы смотрим, какие из них наиболее успешные, какие наиболее востребованы. И мы не будем сокращать партийные проекты, но мы будем укрупнять эти партийные проекты, для того, чтобы не размазывать тонким слоем кашу по тарелке. Мы сосредоточим свои усилия именно там, где это необходимо, в первую очередь, людям. Вы журналист известный, наш коллега, а сейчас вы являетесь депутатом Государственной Думы. Какими инициативами вы можете похвастаться? В последнюю очередь, то, что мной было сделано, совместно с председателем комитета Госдумы по информационной политике и связи Леонидом Левиным мы внесли поправки в законодательство. И они уже проголосованы буквально вчера в Государственной Думе, согласно которым агрегаторы новостей, такие как Яндекс, например, теперь не обязаны перепроверять достоверность информации, которая выкладывается на сайтах государственных органов власти. Согласно недействующему законодательству, вот те СМИ, которые имеют лицензию и официальное разрешение на работу, вот их информацию проверять и перепроверять не надо. А все остальное агрегаторы должны были проверять и перепроверять. Никто этим не занимался? Конечно же. И агрегаторы считали для себя более правильным и легким путем просто повесить ссылки на интересующие людей темы на различные сайты. Но люди уже читали интерпретацию события, интерпретацию интерпретаторов, но редко добирались до первого источника. То есть, например, до сайта органа государственной власти, на котором было принято то или иное решение. Поэтому вот эта поправка, которая уже была вчера поддержана нашими коллегами, она расширяет информационное пространство. У людей расширяются горизонты. И, скажу откровенно, люди чаще смогут, наверное, заходить и попадать на сайты именно органов государственной власти. И получать прямым образом оттуда интересующую их информацию. Еще такой вопрос. Вы являетесь руководителем, одним из руководителей партии. И курируете дискуссионные площадки. Какие наиболее острые и важные вопросы обсуждаются на этих площадках? Мы перезагрузили по просьбе председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева дискуссионные площадки, платформы партии. Их всего четыре. Это патриотическая, социальная, либеральная и предпринимательская. Но это дискуссионные большие площадки. Это лифты идей, куда люди могут обращаться, принимать участие в обсуждении и доводить свои идеи, конечно же, они проходят сито дискуссии, отбор, сразу до фактической руководства страны. Используют, так сказать, такой вот механизм, как дискуссионная площадка правящей партии. Потому что по результатам каждого обсуждения вырабатываются резолюции и рекомендации в адрес руководства партии. Последнее самое обсуждение касалось на социальной уже платформе такой острой и важной, на мой взгляд, темы, как трудоустройство молодежи. Потому что я искренне считаю, что перекосы и перегретость на отдельных участках рынка труда, нетрудоустроенность молодежи, нереализованность молодежи создают очень серьезные риски и вызовы. И, конечно, этим надо заниматься. Именно поэтому возникает такой запрос на самореализацию молодежи, на социальные лифты и так далее. Мы здесь должны помогать людям. Одно из предложений, с которыми мы дальше будем выходить на руководство партии, это введение налоговых послаблений и формирование системы взаимоотношений и взаимодействия предприятий и учебных заведений, вузов и профессионально-технических колледжей. И налоговое послабление для предприятий в части снятия налогов на зарплаты вот этих вот студентов и учащихся, для того, чтобы предприятия с большей охотой брали к себе студентов и вот этих вот учащихся. Чтобы через какое-то время уже ребята выходили либо уже с профессиональным опытом трудовым и шли дальше по жизни, либо оставались на тех же самых уже предприятиях, как уже проверенные и подготовленные кадры. Это снижает сразу вопрос и снижает безработицу. Скажите, пожалуйста, а когда планируется съезд партии «Единая Россия» и какова ожидаемая роль партии в предстоящих выборах президента страны? Это один из главных вопросов, который сейчас интересует всех журналистов. Дата съезда уже была названа 22-23 декабря. Съезд пройдет в два дня. Наша, на самом деле, стержневая работа – это выполнение своих предвыборных обещаний. Прошел год, мы посмотрим, как прошел этот год, и мы наметим работу свою на следующий год. Мы полны решимости реализовать ту предвыборную программу, с которой мы шли к людям в 2016 году, с тем, чтобы уже в следующем выборном цикле, через 5 лет, ну уже теперь скоро, через 4 года, нам было с чем выйти к людям. Что мы не бросили и не положили на пыльную полку, на далекую, все свои предвыборные обещания. Мы так не работаем. Партия Единой России – это партия президента. Мы всегда поддерживали и поддерживаем, и будем поддерживать его. Владимир Владимирович Путин – это духовный лидер Единой России, человек, который стоял у истоков основания партии. Безусловно, партия примет самое активное участие в предвыборной кампании президента. Задействован будет весь ресурс. В какой форме мы будем принимать участие в этой избирательной кампании, должен будет решить как раз один человек. И я предлагаю еще немножко подождать и дождаться, когда он скажет свое слово. Хорошо, подождем. Евгений Васильевич, скажите, пожалуйста, а вы у нас впервые в Якутии? Второй раз. Каковы ваши впечатления сейчас? Что изменилось с того времени? Когда были в прошлый раз? Был я уже более чем 10 лет назад, срок большой. Я могу сказать, что, конечно, за эти более чем 10 лет много, что изменилось. Город, очевидно, похорошел. Город стал современным, на мой взгляд, удобным. Изменения налицо. И это, скажу откровенно, радует. То есть для человека, который с лагом в 10 лет побывав в этом городе, оказывается, сейчас, конечно, бросаются в глаза видимые изменения. Эти 10 лет точно прошли не напрасно. Евгений Васильевич, благодарю вас за беседу. А нашим телезрителям, я напоминаю, у нас в гостях был заместитель секретаря агент Совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. Оставайтесь с нами, мы всегда обсудим самые важные темы. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok